Друзья, хочу показать вам, как я обрабатываю свои фотографии в фотошопе. И в качестве введения хочу сказать следующее. Чтобы добиться хорошего результата в фотошопе после обработки, нужно как можно лучше добиться результата при съемке. Как можно лучше результата добиться при съемке. Значит, возьмем вот этот снимок. Прекрасная модель у нас сегодня Светлана. Который мы фотографировали в моей наскоро собранной квартирной студии. Значит, я покажу, как я это делаю. Для этого я приготовил такую короткую маленькую схему света. Значит, добавим еще один слой, на который можно будет рисовать. Значит, при данном снимке, который я только что вам показал, я использовал 5 источников света. С разными модуляторами, как вы видите. Значит, основной свет у меня был Beauty Dish, который был расположен прямо над моделью. Чуть-чуть наклонена вперед. Фотографировал я отсюда. Значит, внизу у меня лежал, чтобы посветить лицо, грудь, подбородок, дать немножко освещения и блики в глаза. Я положил прямо на пол. Модель у меня сидела на стуле. И я положил прямо на пол. Софтбокс, по-моему, 50 сантиметров по длинной стороне, в которую я всунул обыкновенную вспышку сапожок и поставил на минимальную мощность света. И просто подсвечивал лицо модели. По краям у меня было два контровых света. В данном случае здесь нарисованы софтбоксы. У меня менялись они. Сначала были софтбоксы, потом я поставил два таких круглых отражателя, чтобы свет, контровой свет, был немножко пожестче и давал немножко более такие резкие тени и свет. Значит, основной свет, конечно, мощность основного света я менял на вспышке с Beauty Dish. Два контровых света. У меня была, как я говорил, подсветка снизу, которая подсвечивала лицо. И здесь у меня стенка была, у меня серые обои в квартире. Чтобы дать немножко цвета и поинтереснее сделать свет, я поставил тоже обыкновенную такую вспышку сапожок на штатив, повесил на нее вот так, такую фиолетовую гельку, через которую свет бил прямо в стенку. И это давало мне такой немножко фиолетовый такой оттенок моего задника. Значит, вот так примерно свет у нас бил контровой. Ну, понятно, здесь была подсветка. Ну, и понятно, что наш основной свет, он бил вот так. И на нашем снимке это видно. Значит, если мы посмотрим, вот два контровых света. Один вот видно, блик здесь, он прямо выбивает даже немножко плечом. Здесь мы видим тоже свет падает с этой стороны. Это второй салбокс или круглый рефлектор. Также это видно по лицу. Вот один контровый свет, освещенный волос. Это второй контровый свет. И если мы посмотрим на глаза, вот наш объединиш. Раз, два. И вот наш салбокс, который лежал на полу. Ну, и ясно, что по лицу тоже можно определить, как падает свет и тень. Видно, что источник света бил отсюда один и отсюда второй. Я думаю, я донес вам свою мысль о том, что, чтобы добиться хорошего результата после обработки, нужно добиться хорошего результата при съемке.